Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе в станице Староживой Зеленчугского района меняет свой облик. В спортивном учреждении ремонтируют раздевалки. Следующий этап – установка душевых, чтобы юные спортсмены занимались в более комфортных условиях и достигали лучших результатов. Совсем недавно ребята принимали участие во всероссийском турнире по вольной борьбе, который проходил в Москве, откуда наши борцы привезли золотую и серебряную медали. Обо всем подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Новые современные раздевалки в детско-юношеской спортивной школе «Станица Староживой». Специальные шкафчики, которые закрываются на ключ, куда юные борцы могут сложить свою одежду. Куда ни глянь, везде порядок, новая кафельная плитка и полностью отремонтированный санузел. Помимо этого обновят и душевые. Такого ремонта здесь не было более 10 лет, отмечает мастер спорта России по вольной борьбе тренер Старожевской спортивной школы Ахмат Хубиев. Наш ученик, Бутошев Аслан Азриталиевич, ныне депутат Народного собрания парламента КЧР, посмотрев наши раздевалки, принял решение заново отремонтировать их. Спортсмены «Станицы Староживой» достигают высоких результатов на многих всероссийских и международных соревнованиях. И совсем недавно Амит Кубанов и Ислам Болуров завоевали золотую и серебряную медали на всероссийском турнире по вольной борьбе в Москве. Это были всероссийские соревнования. Там параллельно проходили и взрослые мастерские турниры, где наши ученики выполнили разряд мастера спорта России. И параллельно проходили еще по юношам будущие олимпийские надежды, так назывался турнир, посвященный этому. Наши ученики, также детская и юношеская спортивная школы, один стал чемпионом Кубанов Амит и второе место занял Болуров Ислам. Были серьезные соперники, но благодаря хорошей подготовке мне удалось одержать победу и стать чемпионом, признается победитель всероссийского турнира по вольной борьбе Амит Кубанов. Сфатка проходила нормально, как мне нужно было. Финал я вышел против Маликана Гурмагомедова. Финал закончился 12-2. Каждый день были труднейшие тренировки. Сейчас юные борцы усердно тренируются, готовятся к международным соревнованиям Кубок Ярыгина, который будет проходить в Красноярске. Алик Алипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.